всем привет так дорогие друзья над этим видео пришлось поколдовать поэтому жду от вас поддержки смотрим рекламу до конца не пропускаем с вас репост комментарий но и лайк расскажем об утке мулард не судьба по ходу без звуков посторонних но ничего вы меня простите надеюсь сашенька моет клетки срабатывает насос придется либо делать вырезы и паузы либо ждать сегодня расскажу вам про утку мулард у нас три партии было в нашей практике точнее не было 2 из них еще есть они в разной возрастной категории бегают подрастают а я расскажу вам о первой партии который мы уже реализовали так как с ней дела все окончены можно сказать можно подвести кое-какие итоги посчитаем себестоимость муларда посчитаем экономическую выгоду с учетом стоимости мяса в нашем регионе на утку мулард сделаем определенные выводы по утке мулард и ответим вам на вопросы которые возникали у вас под видео об этой утке у нас на канале поехали чтобы не запутать окончательно вас в расчетах мне нужно было сделать таблицу из моей таблицы изначально у нас было 44 утенка а в конечном итоге мы с вами будем забивать 29 уток но при этом мы ничего не теряли мы их продавали и 8 штук мы дали в подарок я как-то в видео давно давно об этом говорила нашим друзьям скоринского мы подарили 8 уток недавно их видели это безобразные гиганты анатолий надежда здравствуйте вам большой привет у вас отличные утки и по этой причине мне пришлось переделать таблицу из расчета 29 штук чтобы вас не запутать как я это сделала опережая вопросы ваши должны рассказать о том что если впервые видеть эту таблицу то вам стоит сначала посмотреть видео по ссылке наверху для того чтобы понять как она составлена и что в ней указано здесь я только вкратце коснусь этого и мы не будем снова же возвращаться к тем темам которые мы уже с вами говорили кому это не интересно могут сразу перемотать на какое-то время там попозже и услышите же конечные результаты выводы если посмотреть на эту таблицу вы увидите что из 59 яиц мы получили сами 44 утенка на тот момент мы думали что это плохой результат 74 процента ну так себе да для импортного яйца мы ошибались к этому мы вернемся позже утенок у нас получился после о себе стоимости с учетом стоимости инкубации сто семьдесят четыре рубля пятьдесят пять копеек каким образом я это высчитываю мы берем 60 яиц с вами по цене 120 рублей соответственно получаем стоимость на наворачиваем на это 600 рублей инкубации как это два инкубатора блица столько электроэнергии тратит вот 60 яиц утенок вы не заложите в один блиц 72 поэтому я взяла 2 как оно и было если вы инкубируете не в блицах то у вас инкубация все равно будет стоить какое-то количество электричества вы можете это просчитать рассчитать и заменить эту цифру на ту которая вам будет ближе к истине так скажем для вас значит себестоимость утенка будет сто семьдесят четыре рубля на том и порешили сколько стоит корма вот здесь имеется табличка в которой указаны те корма которые мы использовали и их цену для нас прошу подчеркнуть это так как мы оглашали уже цену по которой мы закупаем комбикорма плейлист чем кормить бройлера там все цены в общем-то названы нами были уже и поэтому вставляя сюда какие-то другие цифры было бы наверное неправильно 44 утенка мы получили одного утенка у нас затоптали большие особи маленького самого слабого самого последнего но это естественный процесс в общем и мы даже не будем особо считать что он для нас что-то стоил в плане денег а вот поэтому 43 утенка осталось потом мы подарили 8 потом мы продали еще 6 уток в возрасте двух недель эта таблица позволяет нам понимать сколько стоит утенок для нас по себестоимости на двухнедельный возраст вот и соответственно из этого мы сделали цену на своих утят и продали их для себя выгодно конечно сколько съела утка на срок забоя 60-65 дней потому как забой мы делаем вдвоем и мы не делаем его разово у нас все равно растянута партия по забою лето в том же в том числе реализация должна быть достаточно быстрая свежие утки и это тоже диктует определенные временные таких сами так скажем промежутки забоя уток вот ну и на самом деле всем кому интересно про забою так у нас есть об этом видео всем кому интересно потрошение утки у нас есть об этом видео поэтому заходите смотрите мы стараемся упростить вам в первую очередь содержание любой скотинки любой животинки любой птички рассказывая о своем опыте надеюсь вы это цените если у меня 44 утенка съела 25 килограмм то я могу рассчитать сколько у меня съела бы 29 утят из них 29 утят у меня съела 16 килограмм 48 грамм то есть вот таким образом я уменьшила строчки до того момента как у меня не оказалось 29 уток то есть это на 23 апреля дальше я таблицу эту не меняла поэтому если вы посмотрите то каждый из строчек до 23 апреля пересчитана таким образом из расчета того сколько у меня съели 29 голов синим помечены в веса которые мы взвешивали у вас на глазах это средний вес по утке на примерно вот эти сроки здесь не пришлось немножко изменить срок но ничего в общем смысл будет ясен эта таблица представляет из себя сводку того сколько количество голов мы начинаем кормить сколько килограмм мешке сколько стоимость этого мешка расход в килограммах это то что фиксирует саша при кормлении мешок закончился записал мешку закончился записал вот в такой схеме и стоимость килограмма рассчитывается здесь соответственно автоматически все красные цифры это стоимость мешка определенного на килограмм в мешке расход в рублях сколько стоило именно то количество корма которое было потрачено то есть 16 частности килограмм сейчас это этот корм стоил 711 рублей 94 копейки и когда этот корм делится на количество голов мы получаем сколько съела в рублях одна голова таким образом вся эта таблица построчно складывает ту цифру которая может считаться съеденной каждой птицы но это не является себестоимость себестоимостью утки по причине того что у нас в утке еще заложено что правильно яйцо инкубация яйцо тоже не может считаться сюда в чистую потому что оплотше 74 процента и каждый утенок будет стоить дороже чем то яйцо которое вы купили и того мы прибавляем 174 рубля 55 копеек это будет стоимость утенка получили 588 рублей мы с вами это и есть себестоимость каждой утки я записывала каждую продажу каждую утку индивидуально если у меня две утки то соответственно и вес я записывала с двух уток и и поэтому я могу рассчитать и средний вес утки сколько я заработала в принципе ну или хотите на каждом клиенте или на практически на каждой утке здесь мало обобщений получается что 29 уток у нас выросли на семьдесят девять килограмм общей сложности заработали мы выручкой за них тридцать одну тысячу шестьсот двадцать восемь рублей и чистой прибыли из расчета себестоимости одной головы головы в данном случае не килограмма мяса мы получили четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят рублей двадцать девять копеек выгодно это не выгодно считать вам в принципе доход получается стопроцентный до сколько выложили столько вы получили примерно так здесь не учтено электричество брудера здесь не учтено вода и витаминки в начале какие-то давали но утки практически не требует никаких насколько мы поняли про поек ну как всем малышам мы в общем давали витамины и я не знаю давал ли даже сашка витом но если и давал то это было совсем немного недолго дальше мы ответим на вопросы которые возникали у вас по этой птице и расскажем о своих выводов по утке мулард первое что хотелось бы заметить это разница вывода партий у нас их три и первая партия была очень хорошая семьдесят четыре с половиной процента это очень хороший вывод как оказалось но мы об этом к сожалению не знали на тот момент думали что все плохо это не дожидаясь второй партии вторая партия вылупилась хуже значительно а третье это просто полная фиаско от чего это зависит и как с этим бороться что называется точно абсолютно мы выводы для себя не сделали но яркое и очень такое отличие одной партии от другой было в том что первую партию где семьдесят четыре с половиной процента вывод мы до очень долгого дня так скажем инкубировали в инкубаторе коробкова после чего были вынуждены освободить его переложив эти яйца в лице в итоге получили мы семьдесят четыре с половиной процента инкубации следующей партии мы выводили в лица полностью от начала до конца может быть это роковым образом повлияло на вывод следующих партий в последней же партии у нас вывод составил 40 с чем-то процентов там пускай 45 неважно но это вы сами понимаете это ничто вот великому с нашему сожалению может быть это мы что-то накосячили отсюда мы делаем выводы что продавать утят по даже 300 рублей когда вы покупаете по 120 рублей яйцо при выводе 45 процентов выходите вы ровно в ноль с этим мероприятием и это не считая время потерянного потраченного занятого инкубатора электроэнергии на это дело все и все ваши нервы в общем сюда будут вложены вот на данной стадии в общем и конкретно точно стопроцентного вывода не сделали но факт остается фактом и не сказать вам об этом мы не могли расклева в первой партии если вы помните у нас были расклеван и достаточно серьезная спина не вдирали когтями и клювами мы об этом записывали видео это видео дебекирование утки прошу вас обязательно посмотрите его для того чтобы быть готовым к этому моменту потому что мы сами готовыми не были это было для нас первая партия и мы познавато сделали это так скажем хотелось бы пораньше тогда может быть меньше травм они друг друга бы наносили ну в общем сделали и сделали теперь и вы знаете и мы знаем о том что это бывает и как с этим бороться вторая партия совершенно этого не требовала может быть их густики организовали может быть их просто по числу гораздо меньше но смысл в том что вторую партию мы не дебекировали и третье сейчас растет пока они еще маленькие но тоже тенденции такой у них не наблюдается выщипывать пух со спинки и перышки но не еще малыши кто его знает что будет дальше очень живучие этот пункт мы хотели тоже отметить особенно потому что первая партия которая у нас дошла до забоя она сидела с шестидневного возраста в рассадники на улице было еще достаточно холодные по ночам даже минусы были и они там под этой лампой ютились но при этом все абсолютно нормально переживали эти холодные ночи будучи совсем малышами для нас это был даже стресс немножко потому что мы слышали об этом читали об этом но поверить это в это прямо напрямую очень сложно поэтому с риском в нашей голове для этой утки мы пробовали так сделать и действительно получалось у птицы достаточно живучие без всяких там ненужных непонятных падежей ниоткуда взявшихся это класс достаточно простая она беспроблемная и в общем то не считать если что она шебутная очень даже хорошая приятная и классная птичка и быстро растет тоже время так еще вопрос какой у нас чем кормить утку так чем кормить утку утка ест всего но утки тоже уткам рознь вот у нас сейчас первая партия была они практически не ели траву то есть они были нога на выгули на широком на большом но они пуклюют пуклюют уйдут пуклюют пуклюют уйдут не зацикливаются на траве совершенно почти всегда у них комбикорм стоял почти всегда они рядом с ним находились либо это размол уже в более взрослом возрасте но они ели вот именно нами приготовленное для них питание то есть никаких там они в пруд не ходили ряску не ели траву не ели особо полежат поваляются пуклюют и дальше пошли кормушки вот не знаю вторая партия вырастет ли она на такие же веса в том же сроке что и первое потому что кормушки они подходят исключительно вечерами а весь день они гуляют и ходят бродят и в общем то у них есть сейчас доступ к пруду что они там в пруду едят тоже надо у них будет спросить но что-то едят раз целый день не подходят кормушки гуляют зато в мои гряды хорошо залезают это у них четко получается потом следующего а еще дело в том что вторая партия у нас растет с гусями может быть гуси на них так влияют но они совершенно не такие шибутные как партии как первая партия может быть 1 партия была большая 29 штук а сейчас их там всего 6 штучек может быть это влияет то есть количество кипиша резко сократилось гуси они очень общительные поэтому в общем как-то нейтрализует нивелирует истерику в этой группе вот уток мулардов и гусиная партия в взгляде на гуси и может быть они тоже стали больше есть травы и мало зерна и совсем уж мало комбикорма сейчас малыши у нас третья партия пока на комбикорме и в общем то планируем так ее и продолжать пока расти посмотрим что будет схема будем объединяться это все узнаете происходит по истечении ситуации вот как кривая выглядит так у нас и будет все срок выращивания ребят срок выращивания это такое дело зависит от того что вообще хотите получить на выходе если вы посмотрите наше видео забои утки мы вам показываем в чем вся прелесть выращивания утки и забои до 55 дня и после 60 дня так скажем это весело если вы пропустите момент до линьки то советуем вам все-таки оставить эту птицу уже на более долгий срок кстати мы пытаемся сделать это именно со второй партии мы хотим оставить их больше 75 дней посмотреть что будет и что будет с пером и худеют они прибавляют не прибавляют мы хотим проверить это посмотреть тем более что они у нас не на комбикорме на траве на зерне в основном поэтому посмотрим что из этого получится ну и вам покажем вот и следующий момент это реализация реализация ребята то очень важная тема сами это знаете и безусловно утку реализовать сложнее чем бройлера и так скажем что утку реализовать примерно также сложно но на мой взгляд как и суповых петухов есть любители есть те кто кому нравится есть те кто понимает толк в этом мясе и смысл но есть и те кто холодно к этому относится и ожидает что-то волшебного а волшебного не происходит волшебства не случилось и поэтому утка это сложно реализуемое мясо доходная часть она примерно такая же как и у бройлера получается без форс-мажоров если от форс-мажоров с утками вы защищены больше потому что это более устойчиво более иммунитетная так скажем птица а бройлер больше рисков добавит вам в вашу жизнь больше веселья я не совсем представляю как ее выращивать на сетке например как это можно сделать с бройлером бройлер же выращивается на мой взгляд в больших объемах при любых возможностях чем утка то есть я не могу вырастить 150 голов уток мне для этого нужна территория приличная и возни дребни у гораздо больше с утками в смысле они грязнули что не говори поэтому и поилки для них нужно специальные все на свете бройлер на мой взгляд пока проще но если мы с вами возьмем ситуацию при которой я для себя завожу птичку в количестве 10 штук то утки более беспроблемные завел и забыл о них можно так сказать водичку подливаешь зерно подсыпаешь комбикормом или комбикорм неважно и тут она тебе особенно если выгул если есть не причиняет ни малейших неудобств поэтому думайте сами решайте сами а тем более если есть семьи любители темного мяса утиного более похожего на вич тем чем бройлер безусловно более близкого к даже я бы сказала что на вкус это мясо мне напоминает телячий язык вот именно мясо муларда на этом я с вами прощаюсь всего вам доброго здоровья вам и ваши птицы и не забывайте ваша поддержка это репост лайк и комментарий всего доброго вы только посмотрите на это разбрелись кому дождь работать мешает а этим ходьбы аханеба праздник вот кому война кому мать-то родна посмотрите-ка что творится причем смотреть по до забоя осталось прям неделя все кучкой ходили друг на друге сидели а друг друга не отходили вы гляньте-ка социальная дистанция вот что называется это же дождя больше на каждую попадала ты посмотри как разошлись а обалдеть не было такого а ни разу